Русский язык как Евангелие Начать эту передачу я хотел бы с ваших ответов, которые пришли на первый вопрос, если вы помните, который прозвучал в самом конце нашей первой встречи. Сформулирован он был следующим образом. Я просил вас тогда ответить на вопрос, как вы думаете, кто лучше всех владеет русским языком? Ответов пришло много, они разные, потому с вашего позволения я зачитаю те ответы, которые нам показались наиболее интересными. Так, десятиклассница Юлия Матвеева из Санкт-Петербурга считает, что лучше всех русский язык знает ее учительница Анна Владимировна. Она закончила в свое время филфак Московского государственного университета, знает ответы на все вопросы, касающие русского языка и литературы. И что самое главное, вот за это Анне Владимировна наш земной поклон. В их классе все любят русский язык и литературу. А вот в других классах, пишет Юля, этого нет. Ну что ж, досадно. Следующий ответ. Пришел из Москвы. Его прислала Валентина Уфимцева. Вот что она пишет, он необычный. Неожиданный, скажем. «Лучше всех наш язык знают на сайте грамота.ру», пишет Валентина. Даже мы, редакторы, грамотные, в общем-то люди, заглядываем туда, чтобы уточнить кое-что для пущей уверенности. Все-таки русский язык имеет столько тонкостей и так часто сильно зависит от контекста, что даже знание всех правил не всегда дает однозначный ответ. Очень интересно. Очень интересно. Ну и вот еще один ответ, который к нам пришел из далекого Новосибирска. Это пишет, к нам написал Василий Михайлович Поплавский. Не знаю, как сейчас, пишет Василий Михайлович, но когда был жив академик Лихачев, я точно знал, кто знает русский язык и не только. Это был человек потрясающей эрудиции и личных качеств, настоящий русский интеллигент. С этим нельзя не согласиться. А вот сейчас я хочу Вам, дорогие телезрители, сказать свою версию ответа. Вы можете с ней согласиться, можете нет. В любом случае, мне будет интересен Ваш неравнодушный отзыв. Интересно, как Вы на него отреагируете. Дело в том, что мой вариант ответа отличается от всех, которые я Вам чуть ранее зачитал. Как-то я размышлял о том, кто лучше всех владеет русским языком. Хочу обратить Ваше внимание на одну немаловажную деталь. Хотя мало кто ее принимает во внимание обычно. В своих ответах Вы пишете о ком-то, кто знает русский язык. А если Вы были бы повнимательны, Вы не могли не обратить внимание на то, что в конце первой передачи я спросил Вас, кто лучше всех владеет русским языком. Так вот, мой вариант ответа, возможно, он для кого-то покажется очень неожиданным. Я более того, я постараюсь его обосновать. Так вот, мой ответ на этот вопрос таков. Лучше всех владеет русским словом тот, кто сам есть слово. То есть только заглавные буквы. Давайте мысленно раскроем Евангелие 4 по счету. Евангелие от Иоанна, святого апостола. И первая строчка. Удивительно, вы знаете, бываю в разных аудиториях, порой спрашиваешь, кто читал Евангелие от Иоанна. И поднимается, увы, очень мало рук или не поднимается вовсе. А я всегда говорю, вы знаете, вы что-то скромничаете. Я вот сейчас начну читать Евангелие от Иоанна на память, и вы вслед за мной его продолжите. И когда я произношу буквально первую фразу, в начале было слово, все они за мной вторят. И слово было у Бога, и слово было Бог. Да, это начальные такие строки. И с четвертого по счету удивительного Евангелия от святого апостола Иоанна. Так вот, в начале было слово. Давно, это был 1976 год, я оканчивал институт, факультет русского языка и литературы. И, приехав на каникулы к своему дяде в Москву, получил от своего двоюродного брата царский подарок. Надо понять, когда это происходило. Я повторяю, это 1976 год прошлого века, как ныне говорят. Он мне подарил, человеку, который скоро должен будет защищать диплом и стать учителем русского языка и литературы дипломирования, он мне подарил Евангелие, новенькое Евангелие. Это совершенно немыслимый был подарок в то время. Но, тем не менее, я его получил. И помню, что не откладывая, я ночью стал его читать. Жадно, жадно, выхватывая какие-то главы. И прошло какое-то время, я довольно легко, пусть это звучит несколько, может быть, неправильно, но я честен перед вами. Я с интересом проглотил Евангелие. Первый от Матфея, от Марка, от Луки. И вдруг я открываю Евангелие от Иоанна и спотыкаюсь на первой же фразе. Вот эта фраза «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога». Что это? Я повторяюсь, я заканчиваю, оканчиваю последний курс, причем с приличными оценками. Институт русского языка и литературы. Я прочел раз, два, три. Каюсь, это честно, но я не понял. Я не обратил внимания на то, что слово написано за главные буквы. А почему? А потому что это имя Бога. И не просто, как оказалось, со временем, я узнал это. Это имя самого Христа. По-гречески это логос. Вот так перевели. В самом деле, это ведь удивительно, слово – это имя самого Христа. И поэтому наверняка словом лучше всех владеет тот, кто есть сам слово, только за главные буквы. Если вы принимаете мою версию, я очень рад. А если она вызвала у вас, может быть, какое-то несогласие, поверьте, это искренне совершенно. Я буду очень рад получить ваши ответы. А теперь я хотел бы перейти к слову, с которого, как зафиксировала моя детская память, начался вообще мой живой интерес к русской речи. Есть слова в русском языке, которые называются сложными. Вы знаете об этом. Самовар, самолет, водопровод и так далее. Это можно продолжать до бесконечности. С годами я понял, что никакие они не сложные. Давайте, положа руку на оси. Что в них сложного? Неужели самовар, он сам варит, а самолет – это сам летит. Неужели они сложные? Я еще шучу часто, говорю о том, что они пыжатся, притворяясь сложными. Меня же с измальства интересовали другие слова. Они не давали мне покоя. Сейчас я скажу. Я всегда мучительно думал, почему хлеб называется хлеб? Почему дождь называется дождь? Хочется. В самом деле. Почему? Я непрестанно задавал этот вопрос старшим. Причем старшим, которые в моих глазах имели неоспоримый авторитет. Это мой дед замечательный, который окончил в свое время царскую гимназию, а потом преподавал в гимназии русскую словесность. Это мой папа покойный, который очень любил русскую литературу и привил мне любовь к ней с детства вслух, хорошо поставленным голосом, с прекрасной дикцией, читая мне книги на русском языке. Я призываю к этому многих мужчин, многих отцов. Не жаляйте времени, пожалуйста, времени и сил. Находите вот эти драгоценные минуты, усаживайте своих чат рядом с собой и читайте им вслух, только обязательно вслух, книги на русском языке. Я задавал эти вопросы старшим. Вы знаете, никто из них не мог дать мне вразумительного ответа. Прошли годы, как поется в известной песне, «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Я нашел их ответы. Мне Господь сам подсказал, потому что нигде этого прочесть я не мог. Вы знаете, ответ на него я узнал около пяти лет назад. А впервые этот вопрос зародился у меня, когда я был еще ребенком. Случилось это при довольно странных обстоятельствах. Я ведь уже говорил вам в первой нашей передаче, что я не русский человек по рождению, я азербайджанец. И родился, и до сорока лет жил в городе Баку. Там очень интересно такие дворы, колодцы, потому что очень сильные ветры. И люди живут немножко по-иному от того, что очень жарко. Они очень тесно общаются друг с другом. Немножко другой стиль жизни. И вот наши соседи в нашем очень большом доме, это памятник архитектуры, его строил итальянский архитектор. Наши соседи в нашем многонациональном дворе купили собачонку. Они стали с этой собачкой обходить все квартиры и показывать ее. Ну, вы знаете, есть такие религии, есть такие культуры, где не приветствуется содержание собаки в доме. А теперь я хочу вам задать вопрос. Конечно, хотелось бы мгновенно получить от вас ответ, но вопрос-то интересный на самом деле. Как вы думаете, что руководило этими людьми, когда они обходили многочисленные квартиры, очень большого дома, вот с этой собачкой крошечной? Задавая иногда этот вопрос, я получаю самые различные ответы. Наверняка некоторые сейчас возникли у вас. Вы, наверное, будете удивлены, но когда спустя много лет я анализировал такое странное поведение своих давних соседей, я вдруг понял, что руководил этими людьми. Вы знаете, это наш, извечный, самый первый, да, да, и ваш, и мой, и мой в большей степени. Вот этот грех гордыня, конечно. Сейчас вы всё поймёте. Собачка-то была крошечная. И наверняка её хозяева думали о том, что соседи, глянув на её крошечный размер, и подумают, ну, собака крошечная, значит, и стоит недорого. А собачка-то стоила очень больших денег. И вот им не терпелось прийти, показать, и, конечно же, рассказать о той стоимости, а они это делали, которую они за неё заплатили. А почему она так дорого стоила? А вы знаете, почему? А-а-а. У этой собачки, несмотря на всю такую непрезентабельность, как сегодня бы сказали, была одна особенность. У неё, во-первых, был паспорт. Да? Но у неё была ещё удивительная особенность. И, видимо, этим была продиктована её такая высокая стоимость. У неё было то, что не встречается у большинства людей. Это прискорбно, но, да, не встречается. А вот у меня и есть. Потому что вот деда, которым я вам рассказывал, не задал годы смерти, он это мне оставил, по моей просьбе. У неё была родословная. Дело в том, что, оказывается, если вы являете обладателем породистого животного, вы не можете его назвать вот так, как хотите. В каждом имени, или, как скажете, там, кличке породистого, повторяю, породистого животного, будь то собачка, кошка или лошадь, оно, оказывается, это его имя, оно обязательно делится на две части. Да. И в одной половинке этого имени обязательно должна присутствовать хотя бы буковка, но из клички отца. А во второй части обязательно хотя бы буковка, но из имени матери. Оказывается, её имя родилось не сегодня. Оно сплетается, оно передаётся из самой глубины веков. Как серьёзно, оказывается. А меня это поразило потому, что когда я был уже в школе, да, я уже был младший школьник, в соседнем классе училась девочка, которой звали Сталина. Попозже я уже занимаюсь вот этой проблемой, я встретил, не без удивления вообще, женское имя, представляете, которое звучит так, только приготовьтесь, Оюшминальда. Вот вы знаете, вы можете много часов провести над раздумьем, а что может значить женское имя? Оюшминальда. Вы знаете, что это означает? Имя Оюшминальда, оказывается, был такой учёный замечательный, занимался проблемами севера, Отто Юлевич Шмидт. Была его знаменитая выставка на льдине. Так вот, Оюшминальда, это Отто Юлевич Шмидт на льдине. Вот так. Вот как хотели, вот так и назвали. Оказывается, человека можно назвать, как хочу. А вот такую собачку нельзя. Порода потеряется, что-то нарушится. И вот, конечно, вот тут возникает тот самый порог, за которым открывается самая мучительная закатка моей жизни. Она как сфинкс, вот эта загадка, поперёк всей моей жизни, до событий пятилетней давности, как сфинкс лежала вот эта загадка, я не мог найти на неё ответа. Я мальчишкой задал сам себе вопрос, а потом стал задавать его всем взрослым. Если это имя, вот этой крошечки-собачки, не случайно, а что тогда означает слово «человек»? Царя природы. Первый, к кому я обратился, это был высочайший авторитет, и он, кстати, этого стоил, если это было всё правильно, это был мой дед. Так вот, я подбежал к дедушке и говорю, деда, а что означает слово «человек»? Дед, как всегда, читал газету, и почти не отрываясь от неё, он мне сказал, «А ты что, сам не слышишь?» А я не слышал. Он сказал, «Ну как, пчелой век!» и продолжил читать свою газету. Вы знаете, удивительно. Я мальчишка, дед, непререкаемый авторитет. А он меня не убедил? Не убедил! Я в школе задавал этот вопрос своим учителям, а у меня были прекрасные учителя литературы, прекрасные. Они не могли мне дать вразумительного ответа. А потом я учился в институте русского языка и литературы, у нас были очень хорошие профессора. Они тоже не могли мне дать ответы, которые бы меня удовлетворили, которые принёс бы мне радость, наконец восполнил бы вот этот пробел, который образовался у меня. И вот это великая загадка моей жизни. Около пяти лет тому назад один священник в храме, в котором я тогда трудился помощником настоятеля, узнав о моём многолетнем интересе к слову «человек», сказал мне, «Василий Дович, а вы знаете, есть ли ответ на это слово?» Какой радость сказал я. Он сказал, «Я вам подарю книгу». И он подарил мне книгу Александра Семёновича Шишкова. Книга называется «Славянно-русский Корнислов». Она занимает почётное место вот в этом месте, справа у меня на моём письменном столе. Удивительная книга. Она из разряда тех, которые принято называть настольными. Это правда. Это не то, что прочёл и отложил. Вот она здесь всегда должна быть под рукой. Шишков, современник Пушкина, кстати, который пережил его, он очень серьёзно занимался русским языком. Мы о нём, если помните, сказали несколько очень добрых слов во время нашей первой беседы. У нас, конечно, даст Бог, впереди будут ещё отдельные беседы, посвящённые ему. Удивительный человек, удивительная личность. Так вот, в своей книге «Славянно-русский Корнислов» Александр Семёнович приводит удивительную этимологию слова «Человек, который не челой и не век». Вот его ответ меня убедил. Более того, он принёс такую радость. И я сегодня с вами беседую. Вы знаете, самая большая моя цель, вот с которой я пришёл сегодня в студию, я хочу с вами поделиться этой радостью, потому что бабушка моя покойная всегда повторяла, что разделённая скорбь, она становится меньше, а разделённая радость, она становится больше. Но прежде, видите, я хочу вас заинтриговать, немножечко помучить. А что вы хотели? Я ни одно десятилетие не мучился, а вы хотите сразу получить эту радость. Немножко помучаетесь. Есть такие творческие муки, они бывают небесполезны, уверяю вас. Всё в нашей жизни поздравится только в сравнении. Чтобы узнать, этот человек высок или нет, его надо поставить рядом со мной, и сразу понятно, что этот человек высок. Вот. Так и языки ведь надо сравнивать. Я не без устали повторяю о том, что русский язык не имеет себе равного. Он абсолютно свят. Ведь это надо доказывать. И сейчас я постараюсь это сделать. И надо поступить честно. Какой язык, как вы думаете, я поставлю сегодня рядом с русским? Я поступлю честно. Я поставлю свой национальный язык, азербайджанский, и вы будете поражены некоторыми вещами. И это поможет вам увидеть удивительное отличие русского языка. И сейчас я вам задам вопрос. А вопрос следующий. Вот человек в русском языке, хотя мы произносим, не понимая этого смысла, но сегодня, возможно, он для вас раскроется. А как вы думаете во многих тюркских языках, в том числе и в моем национальном языке, азербайджанском, как вы думаете, как звучит слово «человек»? Вам трудно об этом догадаться, если кто-то не знает этого специально. А вот сейчас я скажу, и вы немножко ахнете. Это случается в каждой аудитории, где я это произношу. Вы знаете, в тюркских языках, во многих, человек звучит «Адам». Адам, да! Человек назван именем первого человека. Как здорово! Ведь видите, само название человека сразу относит нас к Священному Писанию, к самому началу Священного Писания. Хотите удивляться дальше? Сейчас. А вас ожидает еще одно удивление. Вот если в этих языках человек назван именем первого человека, а как вы думаете, как в этих языках называют предателя? В некоторых аудиториях мне это говорят. И в воскресной школе мои детки тоже говорили. Человек там Адам, а предатель – это Хааин. Есть одна особенность. В тюркских языках, в частности, в Азербайджанском, все ударения только на последний слог. Вы услышали? Хааин. Правильно. Правильно. Это Каин. Человек, который совершил первое и самое страшное предательство на свете. А куда уж страшнее? Убил? Ведь только вдумаемся. Первое, самое первое убийство на свете – это было убийство одним братом, другого своего, единоутробного брата. И в этих языках предатель на все времена – это Хаин. Каин. Вы знаете, что удивительно? Я расслышал, слышать-то я их слышал много лет, не одно десятилетие, но расслышал я эти слова в стенах русского православного храма. Когда вышла моя книга, мне приходит, приходил и сегодня приходит, каждый день много писем по электронной почте. Люди нерусские, татары, армяне, грузины, очень много разных. Они пишут, что придя в стены русского православного храма, они не только заново услышали русский язык. Это чудо случилось со мной, мы об этом и будем беседовать. Вот в нашем цикле русский язык, как Евангелие. Но они свои национальные слова, многие впервые расслышали, как и Азербайджан, в стенах русского православного храма. Еще один вопрос я хочу вам задать, чтобы поразить вас и обрадовать. Значит, человек – это Адам, первый человек. Предатель – это Хаин, Каин, да, первый предатель, убийца брата своего. А теперь вопрос, он посложнее. Вот я не скрою, он посложнее. И не всегда на него находят ответ сразу же. Если в этих языках, значит, человек – это Адам, предатель в тюркских языках – это Хаин, а как же звучит чужак? Вот чужак. Не здешний человек, не наш, чужак. Вы удивитесь, он звучит как хам. Хам. Если кто-то из вас знаком со священным писанием, то ему так все становится ясно. Конечно. Это тот самый ветхозаветный хам, да, один из сыновей Ноя, праведного, праца, который, увидев своего отца, Ной был, вы знаете, святой праведный, Ной был первым человеком на свете, который вкусил вина, не знаешь, что это вино, это был забродивший на солнце виноградный сок, превратившийся в вино, да, и лежал ногой, и каковым его и застал его сын хам. Кстати, хороший урок нам. Это пятая заповедь, если вы помните, да, чти отца и матерь свою. Что должен сделать ребенок, сын или дочь, ну, став свидетелем, может быть, ну, не очень красиво, не очень на благородном поступке своего родителя. Он не должен его осуждать. Он должен прикрыть наготу отца и матерь своих. А вот хам поступил по-хамски. Вот так. Само имя его стало в веках и тысячелетиях нарицательным. Так вот, тот же Азербайджан, увидев чужака, скажет своему земляку, он произнесет два слова. Тот, может быть, спрашивает, это кто? Он ответит, хамадам. Представляете, да, хамадам. Даже не осознавая, что только что он произнес два ветхозаветных слова. Он назвал двух удивительных людей, прадцев из ветхого завета. они это не слышат. Они это не слышат. Я знаю. Я сам этого не слышал. Завершая нашу эту беседу, вот видите, как интересно. Я хочу вам вот что сказать. Если в этих языках человек это имя первого человека, то есть эти языки являются, по сути, матрицей Ветхого завета, да, то русский язык это матрица Нового завета. И слово человек в русском языке это имя самого Христа. А вот как оно раскрывается, как благоуханный цветок, об этом мы с вами поведаем в нашей следующей беседе. Спасибо. А теперь, дорогие телезрители, я хочу вам по традиции в конце передачи задать вопрос. А как вы думаете, если вы не читали Шишкова, а какие ваши версии слова человек, его этимологии, что в русском языке означает слово человек? Мне будет очень радостно прочитать ваши ответы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok